Ты омываешь своё тело водой. Дело не только в том, чтобы смыть грязь. Даже если на тебе нет грязи, можно заметить, что после рабочего дня, если ваша голова забита разными вещами, вы приходите домой, принимаете душ, как будто заново родились. Замечали такое? Вы можете окунуться в реку. Побудьте в воде 10 минут, и когда вы выйдете, у вас будет такое ощущение, словно вы заново родились. Потому что необходимо понимать, что это тело состоит из пяти элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира. Действия, которые устраняют загрязнения, которые накапливаются вокруг вас. Потому что ваше тело не только здесь. Ваше тело не ограничивается этими рамками. Оно распространяется за пределы этих границ. Вы замечали, что... Наверное, женщины более чувствительны к этому, чем мужчины. Не обязательно, чтобы кто-то прикасался к вам. Если кто-то подходит слишком близко, это не с точки зрения психологии. Это другое дело. Психологические и эмоциональные аспекты – это одно. Но если кто-то оказывается к вам слишком близко, тут же возникает ощущение, что вам нужно увеличить дистанцию. Этот человек и не коснулся вас. Всего лишь так, на расстоянии. Но одно только это вызывает некоторое беспокойство. Потому что тело не заканчивается здесь. Энергия распространяется чуть дальше. Насколько дальше – зависит от того, насколько сильны ваши жизненные энергии. Если ваши жизненные энергии по-настоящему сильны, вы можете заполнить ими весь этот зал. В противном случае, они распространяются, по крайней мере, на небольшое расстояние. Для большинства людей это расстояние может составлять от 7 до 22 сантиметров. Так что, так же, как на теле собирается грязь, и так же, как ты накапливаешь грязь на своем теле и затем смываешь ее, так же ты накапливаешь и другие виды загрязнения в своей энергетической системе. Это можно смыть водой. Некоторые загрязнения можно смыть таким образом. Если ты будешь проводить омавение воздухом, смоются некоторые другие виды загрязнений. Но подобный способ не всегда доступен. Вы даже можете заметить, что в наши дни вентиляторы работают с определенной скоростью. Если ваш вентилятор установлен на нужной скорости, если вы просто посидите какое-то время под вентилятором, то заметите, что-то внутри вас поднимается. Замечали такое? Небольшое омавение воздухом. Точно так же существует омавение огнем, которое вы называете дришти. Может ли что-нибудь произойти из-за дурного взгляда человека? Это вопрос. Но жизнь вокруг вас определенно влияет на вашу энергетическую систему. Если внутри себя вы делаете духовный процесс, то есть какую-то крию, или занимаетесь медитативными практиками, то все это вам не нужно, потому что вы знаете, как очиститься от всего этого изнутри. Если у вас этого нет, подобные вещи приобретают значение. Существует определенный способ. И еще несколько поколений назад люди владели им. Но сегодня я вижу, что они просто поджигают что-то и делают так. В центре йоги Иша мы выполняем клешинашину крию в соответствии с наукой, так, как она и должна происходить. Многие люди избавились от разных хронических заболеваний благодаря одному лишь омавению огнем. Один удивительный факт, который мы обнаружили недавно, заключается в том, что многие дети, страдающие от синдрома дефицита внимания с нарушениями способности к обучению, в течение 6-8 недель после подобного омавения огнем резко менялись. Этого мы не ожидали. Внезапно у вас появляется определенная целостность. Просто потому, что вы очистили свою ауру, существуют различные способы очистки воды. Желательно, чтобы хотя бы питьевая вода была очищена таким способом, который не используют химикаты. У вас происходит определенное очищение измерения Акаша. В какой-то момент вы вдруг почувствуете некую свободу внутри. Лучше всего ауру очищает морской бриз или воздух на горной вершине. Потому что в этих местах меньше турбулентности. Там ровная поверхность и в ветре нет резких колебаний. Лодка, идущая по воде, оставляет рябь. Поначалу рябь заметна, но через некоторое время ее уже не видно. Но если вы пересечете эту волну на другой лодке, то вас скачнет, ведь колебания еще продолжаются. Скажем, вы просто посидите на пляже в один прекрасный день, когда без перерыва дует легкий бриз, без циклонов. После возвращения домой вы подумаете, «В чем смысл этой жизни?» Я просто хочу быть там. Все ваши дела. Вы не захотите сидеть в телефоне, проверять почту. В вас появится определенная целостность, потому что вы очистили свою ауру. Вы можете очистить себя воздухом. Мыть овощи — это хорошо, но вы используете химически загрязненную воду. Когда я говорю «химически загрязненная», я имею в виду хлор, который добавляют в воду. Если что-то является ядом для одного существа, это неминуемо действует как яд и на других, просто в разной степени. То, что убивает бактерии, также в какой-то степени убивает и вас, потому что вы на 52% состоите из бактерий. Это определенным образом убивает и вас. Возможно, вы не упадете замертво, но это убивает. Так что, если вы можете чем-то убить бактерию, этим вы частично убиваете и себя. Люди живут в одном месте, в таком большом количестве, не из-за любви друг к другу, а из-за жадности, своей компульсивности, и из-за чего угодно. Когда люди собираются подобным образом, происходит загрязнение на разных уровнях. Чтобы сдержать это загрязнение, мы отравляем воду, потому что в ней слишком много всего. Если вы будете пить такую воду, вы можете умереть. Эта химическая война идет каждый день для бактерий в воде, для бактерий в вашем теле и всего вашего организма в целом. Вы сами являетесь организмом, и вы его отравляете. Итак, лучше всего не пользоваться водопроводной водой. Если водопроводная вода не содержит хлор, это очень хорошо. Другой воды нет. В любом случае она вся хлорированная. Что же тогда делать? Вы можете добавить немного куркумы и замочить в этой воде овощи, скажем, на 15-20 минут. Это будет лучше, чем мыть овощи в хлорированной воде. Сегодня существуют различные способы и методики очистки воды, но они не применяются для очистки водопроводной воды. Желательно, чтобы хотя бы питьевая вода была очищена таким способом, который не использует химикаты. Вы можете добавить в воду куркуму, чтобы не использовать воду просто из-под крана. Вы можете просто добавить куркуму и немного соли. Если на дне ведра с водой лежат листья Нима, то каждый день в ту же воду вы можете класть овощи и держать сосуд закрытым. Это хороший способ. Если у вас есть медный или латунный контейнер, это лучший вариант. Но стальной и стеклянный тоже подойдут. Очищение огнем это очень мощный способ очищения системы. Практически вокруг каждого есть от 30 до 45 сантиметров акаша. Это неотъемлемая составляющая человеческой формы. Очищение организма важно в том смысле, что простая ванна или душ, которую вы принимаете, это одна форма очищения. Вы просто омываете поверхность кожи. И особенно, когда вы принимаете холодный или прохладный душ, вы увидите, что это не просто очищение кожи от загрязнений. Это омолаживает и очищает вас от многого. Если вы очень напряжены или вас что-то беспокоит, встаньте под душ на несколько минут, и вы ощутите некоторое облегчение. Это происходит не только из-за того, что прохладная вода течет по вашему телу и успокаивает нервы. Хотя и это тоже. Помимо этого, у вас происходит определенное очищение. Сначала это просто огонь, но потом вы внезапно почувствуете определенное освобождение внутри вас. Что-то, что было привязано к вам, уйдет. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok